Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Но сегодня невозможно пройти мимо вот этой страшной трагедии. Несовершеннолетняя девочка Настя Муравьева. И это ужасно то, что случилось. Еще раз скажу, будучи родителем, это просто невозможно осмыслить то, что произошло. Сегодня был задержан подозреваемый. И буквально за один день все сделали. От неимения, так сказать, ничего до уже готовки экспертизы. Экспертиз готового ДНК. Общежитие рядом. Рядом с домом, где проживала Настя. Первый этаж. Как вроде пишут СМИ, бывший полицейский. Непродолжительное время служивший. Правда или нет, не знаю. Официально не подтверждали. Сегодня его задержали. Провели ДНК-экспертизу. Косвенные были доказательства. Но ДНК-экспертиза показала, что да, это именно он. Это он зверь, душегуб. Я еще раз скажу, что вы совершенно правильно и четко написали, что даже зверем назвать нельзя. Потому что даже звери так не поступают. Ну, а как обозначить? Особь? Как? Как сказать? Экспертиза ДНК, пишет московский комсомолец, подтвердила причастность задержанного к убийству восьмилетней девочки. Я единственное, что хочу еще раз подчеркнуть. Друзья, вдумайтесь вот только. Это мое субъективно оценочное мнение. Вот до 40 лет человек дожил. И потом раз и совершил вот такое. Я не верю в это. Почему? Потому что это должна быть предрасположенность. Предрасположенность к такого рода вещам. И когда вот вы пишете, не сходится, потому что если там отнять 24 года, им было 16 лет. А что не сходится-то? Что не сходится-то вот по большому счету? Период полового созревания. 15, 16, 17 лет. Период, когда, так сказать, вы знаете, что происходит. Гормоны и так далее. И у кого-то это происходит нормально. У большинства. И то подростки, вы знаете, и бунтуют, и поведение подростковое, и так далее. Закрываются в себе, замыкаются. Теряют связь с родителями, недопонимание. Но это проходит. А вот у кого-то и, что называется, самый возраст. Поэтому вот когда говорят, что не сходится, возраст. А сколько это должно быть? По-моему, очень даже все сходится. Период полового созревания. Это как раз, что называется, время, когда вот самый расцвет. Поэтому в этом смысле здесь не может не сходиться. И я не верю, что он причастен только к одному эпизоду. Это и, безусловно, следствие установит. Я думаю, что следователи поработают. Проведут следственные все мероприятия, допросы, экспертизы, все. Но опять-таки отмечу. Выехал, значит, сверхспециалист замечательный. И с опытом из Центрального аппарата Следственного комитета по поручению Бастрыкина. Там почти 100 человек пишут, работало. С чего начали? Камеры посмотрели. Ну, разве три дня назад нельзя было камеры посмотреть? Неделю назад. То есть вот эта проблема раскрываемости на местах. Центральный аппарат не может раскрывать все преступления по всей стране. Вот эта проблема, наверное, существует. Ее надо обозначить. И это хорошо, что есть такие специалисты, которые могут вот так понимать, что, зачем, и почему, и к чему. Я уже говорил, что если он действительно бывший сотрудник, местные могли и понимать, что, ну, там, не знаю, знают его там кто-то. Фонд Федорович там живет, там, господи. И не подумают сроду, у него же на лбу не написано. Поэтому это страшно, это трагедия. И я еще раз на примере этой трагедии призываю всех родителей. Несмотря, конечно, на такое сложное сейчас время, оно как будто когда-то легкое было. И времени нет, надо деньги зарабатывать и так далее, чтобы пожрать, что-то на стол поставить. Смотрите все-таки, куда ходят дети, с кем гуляют, что у них в социальных сетях, на кого они подписаны, с кем переписываются, с кем играют, что пишут, какие сообщения и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас время такое, надо держать руку на пульсе постоянно. И в силу вот этого сложного времени, опять-таки, тоже много очень вот с завихрениями черепно-мозговой крыши, как в фильме в одном говорилось. Вот что пишут. Значит, в МВД России сообщили, да, видео, кто хочет, посмотрите, там у меня есть кадры допроса. В МВД России сообщили, что эксперты установили совпадение ДНК задержанного сегодня 40-летнего подозреваемого по делу убийства 8-летней девочки в Тюмени с образцами, изъятыми на ее теле. Ранее сообщалось, что подозреваемый сознался в содеянном, но от прохождения полиграфа отказался. Я сегодня снимаю видео про полиграф, заканчиваю снимать, смотрю новости, он сознался. Почему отказался? Ну понятно почему. Психоэмоциональное состояние, он понимал, что он на каком-то вопросе посыпется, не выдержит просто. И это будет основанием для дальнейших каких-то расспросов, допросов. По данным телеграм-канала БАЗа, убийцу нашли с помощью куска половика и картонной коробки из-под бытовой техники, в которых лежало тело девочки. Оказалось, что технику с коробкой передали в мебельный цех, чтобы там ее вставили в кухонный гарнитур. После этого начали проверять сотрудников мебельного цеха и так вышли на подозреваемый, который там работал. То есть он использовал эту коробку, технику передали, чтобы вставили в мебель. Он коробку эту использовал, а коробку обнаружили, я так понял, что у него дома. У него дома нашли половик, от которого был отрезан кусок. И половик там же, то есть и ДНК совпало. Значит, как сообщает телеграм-канал Рядовка, мужчина приехал в Тюмени с Сургута, у него есть жена и дочь. Вот это меня просто поразило. Дочь есть, вы можете себе представить? Насколько это не просто цинично, а для здравомыслящего, здорового человека, это не может быть понятно. Дочь. И здесь девочку вот такой совершить. Это, с моей точки зрения, однозначно люди, которые не могут называться людьми и не должны быть среди общества, в принципе, вообще. И еще раз скажу, я считаю, это мое мнение, что он не мог, у него перемкнуло в 40 лет, и он взял и совершил одно такое, как он сейчас. Естественно, он будет говорить, что он одно совершил. С моей точки зрения, это вот время полового созревания, и как раз пошло. Кто-то пишет передачи Малахова, рассказывали про француза, про то, про все, там это, поставляя. Я не очень верю. Хотя писали, что много фактов. Почему? У Малахова благие может намерения, в плане освещения этой темы. Потому что, вы знаете, какой огласки, ну, федеральный телеканал, вся страна смотрит, и не только наша страна. Но, с моей точки зрения, там придается немножко всему этому такое вот, ну, шоу, как вы понимаете, показать надо. То есть, какие-то моменты надо, чтобы прям вообще пробрало. Вот, живет, а никто не... Поэтому, за неимением каких-то фактов, можно что-то чуть-чуть приукрасить. Мне так кажется. Хотя, доподлинно, конечно, я думаю, что никто этого не сможет узнать. Но, тем не менее, еще раз повторюсь. Когда говорят, что вот, там, за деньги, там, назнать. По такой статье, я не знаю, какой отчаянный беспредельщик пойдет на зону. Просто представить не могу. Поэтому, я склонен доверять. И я не верю просто, что кто-то взял и решил... Или он должен быть, я не знаю, там, вообще в каких-то... В какой-то зависимости такой, чтобы... Но, я просто не верю в это. Понимаете? Потому что... Ну, по такой статье никто не пойдет добровольно. Ни за какие деньги. Вы помните, вот, недавно в лесу... Я уже не помню, в каком районе мы смотрели. Велосипедист цвета хаки. Даже обращались к гражданам, что кто видел, у кого видеорегистраторы там работали. Мужик пришл и приехал, совершил подобное преступление. Никакой банды не было, никого не было. Приехал на велосипеде, совершил преступление, поехал дальше кататься. Это ужасно, понимаете? Это ужасно. Это вообще просто, это страшно. И, безусловно, та работа, которая была проведена сейчас, она проведена благодаря и Малахову, приданию огласки, и центральному аппарату Следственного комитета, и председателю Бастрыкину, потому что он дал указания, и великолепному специалисту, вот, с огромным опытом, который приехал из Москвы, и всем тем, кто участвовал, но вопрос возникает, почему это все не было проведено ранее. Соболезнования всем, близким, всех детей, пропавших, и найденных, и пропавших, найденных, я имею ввиду, убитых, и я надеюсь, что следователи проведут, действительно, самую тщательную проверку его и возможных, может быть, подельников. Может быть такое. Не знаю. Друзья, с вами был Будда Гришна. Всем пока, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok